Хорошо, что мы могли собраться в очень важном пункте. Две вещи, которые в нашей жизни, как так сказать, самые важные. Одна вещь, что очень важно, что как мы, как человек, находим Бога, а второе, как найти вторую половину. И, по крайней мере, брак – это на всю жизнь. Если брак, то это, ну, не брак в таком смысле, что брак, чтобы не получился брак, но чтобы это было бы наполнение или выполнение любви, которую Бог нам даёт. Если мы без Бога, то и наша жизнь наверняка получится, что мы как бы живём, но бессмысленно и бестолково. Ну вот, и тут как-то вот начался вопрос, как там в этом, ну, с вашей любви, как получилось. Я немножко засвидетельствую о том, как я пришёл вообще к Богу. Есть случаи, когда люди к Богу приходят, ну, там, после аварии, там, в коме полежали, и там он что-то увидел. Там бывает, что вот какая-то беда там или какие-то большие призывания. Но у меня всё это было очень просто, очень, ну, как бы сказать, по одной линии так. Ничего особенного, ничего сверх того. Ну, просто как-то я один раз шёл по берегу и подумал, Бог, если ты действительно таков есть, ну, как-то делай, чтобы я понял или открылся для меня. Ну, это был один раз, и так и я не... Я хочу сказать, что я вообще родился, ну, в советское время. Конечно, там, безбожное время. Семье о Боге ничего не говорили, и никакого такого не было. Ну, конечно, я советский человек. Ну, вот, и в этом случае как-то, ну, знаете, у нас тоже, ну, я... Было у нас добрачное отношение, вот продукт добрачного случая. Но поскольку я был без отца, тоже отца не было, он был в тюрьме по политическим, по политике, да. Ну, вот, был отчий там, но всё равно, ну, это без отца. Но когда я узнал, что я вот натворил, я понял, так, у меня было решение, так, значит, с этой женщиной буду жить, по крайней мере, самое малое, 18 лет. До полногодия, чтобы она могла, ну, чтобы у неё был отец, чтобы это всё было. Вот такое решение. Я решил... Знаете, мужики, вы тоже что-то иногда решаете, да? Собрались и решили. Мы все решили пойти куда? Я вообще-то к Иисусу. Есть такая песня даже. Ну, вот. Если у нас есть какие-то решения, мы что-то решаем. Знаете, я был такой человек, который играл в театре, ну, народный театр. Я был в народной танце, там, бальные танцы. И я очень такой общительный человек был. Ну, ну, дети помаленьку росли, потом мы уже, ну, поскольку был ребёнок, то я решил, надо жениться, надо порядок навести в своей жизни. Ну, потом ещё один ребёнок, мой срок удлинился ещё, ну, 18 лет. Да, так что, ну, вот. А потом получилось, что как-то жена говорит, слушай, ну, как ты думаешь, ну, дети-то у нас, ну, ладно, не крещённые, но хоть бы благословить как-то их надо было бы. Ну, что, Бог благословил. Ну, ладно. Я так понял, что надо, ну, всё же хорошо было бы, если дети были бы благословены, ну, благословлены. Ну, ладно, мы тогда пошли в одну, там, баптистская церковь была, как-то пришли, там было богослужение, их благословили. Ну, и потом как-то разговор зашёл, ну, я поскольку на гитаре играл, он говорит, ну, может быть, поможешь немножко там у нас, вот это с этим делом слабо, ну, надо было бы как-то, кто бы подыграл немножко. Ну, я, конечно, орёл, я тоже, давай, помогу, как мне не помочь. Ну, вот, и я так начал посещать церковь вот таким мокрым образом. Ну, было время, прошло какое-то время, с пастором у нас имелся разговор, он говорит, ну, давай, может быть, ты заключишь завет. Ну, я, конечно, подумал, да, это было бы, наверное, лучшее, что мог бы в своей жизни сделать, и, конечно, бы на крещении было. Ну, я хочу сказать, хоть бы я и крестился, и хоть бы, как бы там ни было, я, ну, как бы, вот, читал Библию, вроде что-то там молился, что-то я начал понимать, но, знаете, в семье, как бы там ни было, я был очень деспотичный. Было рукоплык, прикладство, там предметы летали по воздуху, там, ну, в общем, ну, не в таком смысле, но иногда и бросал, бросил что-нибудь, кричал, и был очень вспыльчив. Знаете, вы видели кого-нибудь, который бы бензобалки посмотрел бы уровень бензина с пичкой? Таких не встречали, нет? Ну, я думаю, что они все уже, наверное, да, уже не знаю где. Ну, вот, я примерно вот такой был. Знаете, дома никто не мог сказать нормально, ничего, я взрывался там. Ну, как-то на разборе слова мы читали Коринфянам 13 главу. Ну, вот. Ну, и там в главе, в этой, там сказано, любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не предвозносится, не гордится, не бесчинствует, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается. Не раздражается. И эти вещи, которые я тут прочал, ну, мы читали, я начал подумывать, как это ко мне относится. Я прихожу домой, я уже раздражителен, я прихожу домой, я уже вспыльчив, и там сказано, что вообще-то все прощает, все, как там было, да, не, ну, да, да, не ищет своего там, ну, в общем, ребята, вы знаете 13 главу, я надеюсь. О, ну, вот, у вас там я, правильно, вот про это и я говорю. Знаете, мне это слово так коснулось, что я понял, что я свою семью не люблю. я понял, что я свою жену не люблю. Я понял, что вообще-то у меня большая проблема. Я понимаю, что было время, когда, ну, жена, вот, слава Богу, что она терпела, терпела меня. Долготерпение у нее было бы вот выше крыши. Я вот только удивляюсь, как она вчера вынесла это, пока я дошел до ума. И я хочу сказать, я тогда понял, что у меня проблема, и я начал об этом молиться. Ну, мы когда сходили в церковь, я там начал на богослужение ходить, а жена там дома была, она не ходила. Я там ездил, поскольку я такой, как в театре, еще куда-нибудь. Жена не ходила, но я пока вот два или три года я молился об этом, чтобы я мог бы, чтобы я мог бы измениться. Ребята, знаете, такое есть поговорка, вот Горбатого могилу исправит. Нет, Бог исправит. Понимаете, в чем дело? Кто-то говорит, вот у меня такой характер. Нет, ребята, если вы понимаете, если вы читаете в слове, что у вас проблема, начинайте молиться об этом и начинаете исправлять те казусы, что в вашей жизни находятся. Потому что нелегко, я хотел бы сказать, я вот иногда пришел, вот сорвался, не выдержал. Вот этот тот человек, который, ну, плотской человек, который живет во мне. Но помаленьку я хочу сказать, что Бог давал силы и изменить свой характер. И это чисто Божья работа, это не мое, что, ну, как бы я вот решил, да, я хочу знать, у вас сила воли большая? А? Нет. Ну, хорошо, что вы признаете, что у вас слабая сила воли, но есть люди, которые говорят, у меня сила воли... Я говорю, ну, интересно, а как ты с силой воли задержишь понос? Вырвется ведь. Ты как ни жми, все равно все туда же. И знаете, у нас тоже вот старый человек вот так выплескивается, выходит. И мы иногда не чувствуем, не можем удержаться. Ну, это просто, ну, сравнение такое. Ну, понимаете, мы, как люди, часто со своей силой воли, мы думаем, что мы такие сильные. Но фактически... И потому, ну, я хочу сказать, я где-то три или четыре года просил Бога, чтобы он дал бы мне силы не быть спыльчивым, чтобы я мог бы начинать любить. Знаете, потом какое-то время прошло, и жена что-то смотрит, что-то вот с этим произошло. Что-то, какие-то изменения, какие-то непонятные, как он так переменчив стал. Ева, наверное, самое большое видела эти изменения. Ну, просто мы вместе жили. И я хочу сказать, тогда жена тоже начала смотреть в церковь и тоже начала ходить в церковь. И тогда мы начали вместе ходить в церковь. И я хочу сказать, если мы не работаем над собой, как там был один великий полководец сказал, тот великий человек, кто победит государство, но тот еще величий, кто победит себя. Так что эти вещи, которые мы иногда, ну так, думаем, ну, у меня такой характер, то не-не-не. Характер надо менять, нам надо расти во Христе. Если мы так говорим о том, что каков был Христос, то нам надо расти. Если мы говорим еще о любви, хочу напомнить, что, как мы там, там сказано, все прощает. Все прощает. Вы все прощаете своему мужу или жене. Давно ближнему, ладно. Не знаю, вы прощаете или нет. Ладно, я вам расскажу еще случай один. Вот насчет прощения. Знаете, мне, вот поскольку, ну, моя самая младшая дочка была одного, ну, рождение одного года с моим внуком, ну, они там у нас дома игрались и ходили туда-сюда, ну, как на селе. Ну, мы жили у хозяйки, которая, ну, была хозяйка этого дома. Ну, и, знаете, как, ну, старый человек, она там варила суп, а у нас такой, такой, ну, как бы, ну, не знаю, как название, ну, просто, ну, как у нас на печке остался суп там. Ну, она сама прилегла и, ну, заснула, и все нормально. Дети пришли, ну, они там, тары-бары, что-то там с этим, ну, совком, и там, ну, посмотрели, о, суп там, они помещали, поиграли, типа, ну, с этим совком, ну, потом, ну, кончили, ну, играть и ушли. Потом хозяйка проснулась, встала, поставила суп греться, попробовала песок. Ну, был хайок большой. Что такое, кто мне насыпал суп в супе песок? Ну, мы, конечно, с женой говорили, ну, вроде не я, и она говорит, вроде не я, ну, значит, кто? Ну, наверное, с детьми. Ну, с ними, мы с ними поговорили, решили сказать, надо это дело уладить, вы идите, простите прощения. Ну, мы читаем, что прощает все любовь. Ну, мы так, поэтому, в принципе, она тоже верующий человек, все нормально, вы тоже все верующие, да, я тоже думаю, что все нормально. А потом жена вечером с маленькой дочкой говорит, ну, у них разговор, они перед сном иногда поговорили, ну, так, как за день все как шло, как дела, ну, перед идти спать. Знаете, вы практикуйте эти вещи, вы узнаете много интересных вещей. Ну, вот, и она говорит, с дочкой, а дочка говорит, знаешь, наша хозяйка больше Бога. Врубились, да? Наша хозяйка больше Бога. Она говорит, ну, слушай, ну, как это так? Ну, как? Бог-то нам прощает, а она сказала, не прощу вовеки. Понимаете, если мы кому-то, чего-то не прощаем, то мы возвышаемся выше Бога. со своим непрощением, если он нас прощает, вот таких грешных дураков, а мы вот друг друга, ну, ни в какую, значит, мы думаем, что мы или ставим себя выше Бога. Не знаю, вы понимаете, о чем говорю? Если там сказано, что прощает все, и если мы что-либо не прощаем кому-нибудь, то мы ставим себя выше Бога. И я не знаю, как мы можем потом молиться, и чтобы Бог что-то ответил, что он что-то послушал, чтобы он помог, я не знаю, как это получается. Так что я иногда думаю, что вот эти вещи мы как-то не задумываемся. То, что тут сказано в слове, что любовь покрывает все, верит всему. Конечно, злоупотреблять в любом случае мы не имеем права, но если, хочу сказать, если мы чем больше приближаемся к Богу, это на обоих относится, то мы приближаемся друг к другу. Знаете, как пирамиды, но если наверху нарисовать Господь наш, то если я иду к Нему, и жена идет к Нему, то мы все приближаемся, приближаемся, приближаемся. Это важная цель, чтобы мы приближались, во-первых, к Богу. Если кто-то либо из нас удаляется от Бога, то и мы друг от друга удаляемся или отдаляемся. Эти вещи, мы как-то не всегда об этом думаем и не всегда размышляем о таких вещах, но факт такой, что мы же если мы говорим две вещи, что в нашей жизни важно, что это во-первых, мои отношения с Богом и второе, что какие мои отношения в семье, то это две вещи, которые фундаментальны. Это на всю жизнь. И если кто-нибудь придумает, что он решит развестись, все равно это будет на всю жизнь, все равно этот отпечаток будет, все равно это останется какие-то последствия, там останутся следы какие-то. По-любому это будет все равно на всю жизнь. Вы знаете, в слове тоже сказано, что если вы сердитесь, то сердитесь, если что-то, только до заката. Есть слово так? Ну, пастор, наверное, знает. Если вы... Да, солнце не зайдет и там сказано, сидите, не давайте сатане место. Потому что, если мы сердимся, то у нас в духовном плане, что мы даем, питаем тех демонов, можно сказать, которые иногда вы... и зайцы, наверное, которые устраивают эти сцены. Ну, я хочу сказать, духовный мир же вокруг нас существует, мы не можем никак сказать, что там, ну, все хорошо. Очень важно, чтобы мы, если наши мысли какие-то приходят, дурные, контролируем свои мысли, чтобы мы имели власть отослать те духовные силы, которые нам присылают, ну, так сказать, дурные мысли или вещи, о чем мы подумали бы. Так что, мы отче наш тоже знаем. Там же сказано, прости нам наши грехи, как мы прощаем своим должникам. Если говорить о ссорах, то, знаете, если мы посмотрим, ну, если о чем-то мы поссорились, то надо как-то немножко отдалиться от этой ситуации и посмотреть, как это будет через неделю. Как это мою жизнь изменит через год? То, что мы, о чем сейчас ссоримся. Та проблема, которая у нас произошла? Как это будет? Если мы немножко с дистанции отойдем, то мы понимаем, что вообще-то там Бога и не было. Если вы между собой ссоритесь и костюм ссоримся, как это да, но если мы друг другом грыземся, да, так скажем, значит, между нами Бога-то нету. Я не знаю, как вам, но очень на меня проговорила 1 Иоанна 3 глава, там очень много говорится о этих вещах. Тут там очень хорошо Иоанна 3 14 1 Иоанна 3 14 Там очень хорошо сказано всякий ненавидящий своего брата есть человек убийца 1 Иоанна это не да это не Евангелие Иоанна от письма Иоанна и письма Иоанна 34 35 35 35 15 ну ну вот не не татат не по татат не по татат Там мы видим, что если у нас, мы думаем о братьях и сёстрах, если мы не любим, значит у нас Бога-то нет. Мы иногда говорим, он помолился, насытился, наполнился Богом. Потом из молитвенной комнаты выходит, а сынок там что-то бросил в свою игрушку, наступил и звук поднялся. Вопрос, что со мной происходит? Кроток ли я? Смирён ли я? Каков я? Поэтому очень важно, чтобы мы, если мы думаем о семье, чтобы мы могли бы вырасти в этих вопросах, чтобы кротость и смирённость – это было моё второе имя. Если у нас нет этих вещей, то вопрос ещё поднимается – в Боге ли я? Ну, я думаю, что вы знаете, что такие духовные дары, знаете, да? Это, ну, пророчество и так далее. Но я хочу сказать, не по этим вещам вас узнают. Вас узнают, что вы с Богом по вашим плодам. По плодам узнают. Кроток ли ты? Смирён? Любвеобилен ли ты? И так далее, и так далее. Если у тебя видно, что у тебя есть любовь, значит, ты Божий человек. А если ты там можешь чудеса пророчествовать, а если этих вещей нет, то я думаю, ну, давай, говори, говори, рассказывай мне тут, хорошо. Но если нет этого основания, если нет этой любви, ну, конечно, мы по-разному понимаем любовь, по-разному ощущаем любовь, но она должна быть присутствия. Если её нету, то такая семья не будет долго жительна. То, если, скажем, как-то разговор зашёл, что тем дольше живёшь, тем ты узнаёшь, чем больше ты узнаёшь, что второму человеку нужно, как ему порадовать, как ему послужить, чем послужить. Пусть Бог даст вам этой любви, которая, ну, так сказать, нечеловеческая любовь. Это Божья любовь. Когда мы ничего напротив, ничего не ждём, когда мы ничего не просим, когда мы делаем просто то, что мы делаем, не потому что, ну, чтобы иметь что-то для себя. Ну, мы там читали, ну, вот, кто не любит жену, тот себя не любит, да? Хорошо что-то надо для жены сделать, чтобы не стало бы лучше. Так, что ли? Нет, я просто... Если я жену люблю, то я делаю просто потому, что я её люблю. не потому, чтобы мне, ну, какую-то выгоду вывести. Иисус тоже говорил, какой смысл, что это вы, если вы ждёте, кому-то что-то хорошее сделаете, а потом ждёте зарплату, как бы. Не-не. Очень важно, чтобы мы имели такую любовь, которая не ждёт ничего против. Вот это и есть Божья любовь. Фактически, что от нас... Какой толк для Бога от нас? Христа-то Он дал, заплатил. Ну, если мы свою любовь к Нему не объявим... Ну, не приявим... И, между прочим, потому я... Про этого 1 Иоанна там сказано, что кто не любит брата, да и жену свою, в том числе, тот не любит Бога. А вообще-то дошло? Иногда вот непонятно мне, мне кажется, люди читают, читают Библию, вот смотрят в книгу и видят фигу. Как-то не понимают иногда. Потому я переспрашиваю, поняли ли вы меня? Слава Богу! Фу, я так тут старался, старался, думал, как вот на вас... Мне с русским немножко тоже туговато, но как объяснить, что Бог нас любя, и мы отвечаем Ему любовью или нет? Да, через женщину свою любимую, через детей, через братьев, через церковь, через всё это. Бог ждёт, когда мы будем любить. Он просто ждёт. Слава Богу, что у Него долготепение гораздо выше, чем у человека. Он ждёт, когда мы Ему ответим с тем же. Он-то нас любит. Любите Бога через братьев, через сестёр, через детей, через жён. Если у вас этого нет, тогда вопрос встаёт, любим ли мы Бога. Ну, как-то так. Пусть вас Бог благословит, наполнит этой любовью, которая вне понятия человеческого, которая больше любого, и которая может делать те вещи, не ждя какой-то отплаты. Выгоды, да, чтобы не ждал. Ладно. АПЛОДИСМЕНТЫ